Всем привет, с вами снова Азат, вы находитесь на канале Автосправочная. Напомню, что в последнее время многие автовладельцы начали сталкиваться с проблемой оформления полисов ОСАГО, в том числе и электронных. Сюда попадают многие категории автовладельцев, к примеру, владельцы праворульных машин, владельцы мотоциклов, грузовиков и ряда других категорий. Кроме того, зачастую в интернете публикуется информация о том, что сталкиваются с проблемой оформления полиса ОСАГО владельцы старых автомобилей, которым там больше 10, 15, 20 лет и так далее. Многие водители при этом считают, что у страховых компаний стоит какой-то фильтр, который не дает оформить полис на старую машину. Однако буквально на днях эту информацию страховые компании опровергли. 10 октября 2024 года информацию об отказах оформления ОСАГО на старые машины прокомментировали в страховой компании «Согласие». Существует распространенное мнение, что застраховать старую машину практически невозможно. Говорят, что страховщики стараются не брать даже 20-летнее авто. И если клиент все же настаивает на оформлении полиса ОСАГО, то страховщики находят различные технические проблемы, чтобы отказать от страховки, говорится в пресс-релизе компании. Чтобы показать, что нет никакого предвзятого отношения к возрасту автомобиля, специалисты компании «Согласие» провели анализ заключенных договоров ОСАГО для транспортных средств, произведенных в 90-х годах и старше. По данным компании, с сентября 2023 года компания заключила более 21 тысячи договоров с владельцами раритетных транспортных средств. Большая часть этих страховок, это 93%, пришлась на автомобили, произведенные в 80-м году и немного моложе. Самые возрастные автомобили, застрахованные в «Согласии», были произведены в 73-м году. В основном это ВАЗ-2101, но также в компании застрахован и редкий «Олсмобил» Таранада того же года. Интересно, что любители раритетных автомобилей примерно поровну предпочитают иномарки 53% и автомобили советского производства 43%. Среди отечественных марок лидирует ВАЗ 66% всех полисов, а среди иномарок Тойота 46%. Средняя стоимость «ОСАГО» для анализируемых автомобилей составила 4,5 тысячи рублей, почитали в компании. Кроме того, в «Согласии» страхуют и наиболее эксклюзивные автомобили. Например, полис «ОСАГО» для владельца британского «Триумф Спидфайр» 1974 года обошелся в 5,5 тысяч рублей. А страховое покрытие для спортивных «Шевроле Корвет» 1979 года и «Шевроле Камаро» 1985 года составило 6,6 тысяч рублей за каждое авто. Для владельца не менее редкого немецкого «Порше» 911 1988 года стоимость годового полиса «ОСАГО» составила 9,0 тысяч рублей. Страховая компания «Согласия» напоминает, что полис «ОСАГО» является обязательным документом для эксплуатации транспортного средства. Страховщики не имеют права отказать в приобретении страхового полиса, если предоставлен весь пакет необходимых документов для оформления авто, говорится в пресс-релизе. Вот такая вот информация. А если вам нужно оформить электронный полис «ОСАГО», не выходя из дома, сделать это вы можете по ссылке в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, информация была для вас полезной, интересной. Своим мнением по этой теме вы, как всегда, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!